Пошел впервые в тренажерку и прям все по-настоящему с тренером. Полтора года вот уже прошло, плачу каждый месяц, раз в 15, там сходил за полтора года от силы. Так обидно, главное все есть, тренажеры есть, занимайся не хочу, а ты все равно хиленький. И примерно мне кажется сейчас такая же ситуация вообще с английским. Миллиард разных школ, куча преподавателей, в интернете куча материалов, а по факту английский все равно какой-то хиленький остается у нас. Говорю у нас, чтобы не сказать у вас. И зная это, мы пошли по другому пути. Мы все осознаем, что невозможно выучить английский за месяц, ну невозможно этого. Но избавиться от языкового барьера и научиться говорить за месяц, вполне себе достижимая цель. И так вот, марафон English Show преследует три главные цели. Первое, это умение говорить. По факту нам не нужно знать все правила английского языка, чтобы уметь разговаривать. Я вообще не знаю грамматики русского языка, но я же могу с вами разговаривать. Второе, это разрушение страха. Представьте, что вы встречаетесь с иностранцем, или вам нужно срочно что-то сказать по-английски, и вообще просто все слова полетели из головы, нечего сказать. Знакомо? Так вот, марафон борется с этим тоже. И третья цель, это постоянная практика. Ежедневная практика, разговор с кем-то на английском языке. То, чего очень трудно добиться в простой жизни нам всем с вами. Очень нравится погружение в такую атмосферу языковую, ежедневные созвоны с преподавателями. Просто допустите в своей голове мысль, что прошел еще один год, а у вас ничего не изменилось. Вы также боитесь говорить на английском. Вы все так же не можете расслабиться, когда вам приходится вспоминать английские слова. Это как я сейчас продолжаю платить за тренажерку ежемесячно. И ожидаю другого результата. А как бы... Безумие получается, сейчас смотрю на экраник. Ну вообще же, это что вообще? Это разве руки? Разве руки мужчины? Поэтому плевал я на все это обучение в школах, на все это тренажерки. Дайте мне возможность за один месяц добиться чего-то хотя бы. Мне не нужно знать все правила английского языка. Мне не нужно сдавать экзамены. Дайте мне просто научиться говорить на английском. Вот что делает марафон. Длится ровно один месяц и занимает примерно один час в день. В это входят 15-минутные видео ежедневные. В это входит подготовка и 20- или 40-минутная практика с преподавателем. Живой разговор. За что я хочу похвалить марафон English Show? То, что преподаватель выступал не в роли преподавателя, а как собеседник. То есть тот самый иностранец, с которым мы до этого всегда боялись разговаривать. Например, самый-самый первый день. А вы, кстати, можете пройти его бесплатно, чтобы понять, что за вообще марафон. Нравится он вам, не нравится. Так вот, самый первый день у вас, например, есть игра, которая учит вас знакомиться, как минимум. Также часто ситуация, что вы заехали в отель, а у вас, не знаю, не работает кондиционер. Или вам выдали другой номер. Вы хотели с видом на море, а вам выдали с видом, не знаю, на дорогу. У вас шумно, пыльно, грязно. Вы хотели красиво наслаждаться кофейком с утра. Вот нету. И все эти проблемы нужно решать на английском языке. Максимальное погружение практики. То есть вы покупаете билет на самолет и улетаете в другую страну. Все. С этого времени вы начинаете решать проблемы на английском языке. А преподаватель играет роль администратора. И вы должны с ним поговорить, как с реальным администратором. Он не будет вас чему-то учить. Конечно, в конце урока он вам укажет на те ошибки, которые вы сделали. Но суть в том, что преподаватель играет роль собеседника каждый день. Больше всего понравились энергичные и жизнерадостные преподаватели. Я брал много разных уроков. И онлайн, и оффлайн. И Skyeng, iTalk, и флайн школы. Ну, не встречал таких энергичных преподавателей. Также мы сделали игры, чтобы научиться ориентации по городу. Вы должны будете загадать точку А и точку Б. И провести по ней преподавателя. Он не знает точку Б. И вы должны будете сказать ему, так, иди, значит, три квартала прямо. Потом поверни налево. Потом поверни направо. Потом, когда вам будут говорить это уже на улице, в жизни, в другом городе. Вы будете понимать, потому что вы сами это же самое проходили. А что касается фильмов, так это вообще очень частый запрос. И мы придумали это в марафоне. Вы посмотрите эпизод из фильма. Например, на первой неделе это будет эпизод из фильма Форест Гамп. Вы должны научиться пересказывать этот фильм. И для чего это нужно? А представьте, что у вас такая ситуация. Вам нужно что-то рассказать, какую-то историю жизненную свою. Например, иностранцу. А как вы это сделаете? Вы не можете. Так вот мы будем тренироваться на фильмах. Мы учимся своими словами описывать, в принципе, абсолютно любую ситуацию. Мне это дало возможности узнать много нового, воспринимать язык на слух. Больше всего мне понравились квесты разные, игры. Это заказ еды по телефону. Преподаватель играет сначала роль менеджера, потом роль заблудившегося курьера. Слушай, я вроде все понял, но я что-то заблудился. Вроде примерно понимаю, где-то потом сориентирую. А куда мне идти? И все это на английском языке. Это реальные ситуации, которые у вас произойдут в жизни. И у вас есть набор фраз, с помощью которых вы из этой ситуации все-таки выкрутитесь. Еще один очень частый запрос – это переезд в другую страну и возможность устроиться на зарубежную работу на английском языке. Моей целью было прохождение интервью в иностранной компании, и для этого мне нужно было максимально быстро поднять уровень своего разговорного английского. Так вот мы научим вас это делать. Мы научим вас проходить интервью на зарубежную работу. И в один из дней преподаватель будет в роли интервьюера, а вы устраиваетесь на ту работу, которую вы хотите. В итоге я достиг поставленных целей и успешно прошел интервью. Я рекомендую школу English Show. Мы не стали все это дело делать скучно. Мы разработали кучу классных игр и квестов. Мне очень понравился квест «Найти телефон». Во-первых, он был очень жизненный, так как телефон потерять может каждый из нас. Позвонить диспетчеру автостанции, поговорить с ней, описать ей водителя и маршрут, которым я ехал. Получить от нее информацию, где находится автостанция. Добраться до нее, найти на этой автостанции водителя, тот самый автобус, расспросить его. И в итоге обнаружить свой телефон в салоне автобуса. И разумеется, отблагодарить водителя. И я сказал, что вы за один месяц переборете свой страх разговаривать на английском языке. А как этого мы добиваемся, спросите вы. Мы добиваемся этого тем, что каждый день вы говорите с разными людьми. А также у вас есть возможность каждый день общаться с иностранцами на английском языке. Ну, многие сталкивались с этой проблемой, когда ты перестаешь учить, ты забываешь все. Соответственно, в English Show, я думаю, эту проблему максимально решили. Потому что можно познакомиться с такими же, как и мы, в том числе с иностранцами. И общаться продолжительное время. Где вам еще найти языковую среду для общения, как не в марафоне? Привык уже к такому темпу интенсивному занятию, что продолжи в том же духе. Но вот вопрос. Что если вы совсем слабо знаете английский? Подходит ли вам марафон? Прямо сейчас нет. Марафон подходит тем, у кого есть какой-то набор знаний. Например, школьные знания или какие-то другие знания. То есть он уже в принципе что-то знает, но связать все эти свои знания воедино и начать разговаривать пока не получается. А для кого этот проект? Это для людей, которые уже когда-то обучались английскому языку. То есть у них какая-то есть база, и они хотят заговорить. Он построен в принципе по максимальному погружению практики. Можно ли сказать, что вы избавитесь от всех ошибок, что вы будете говорить просто как невероятный диктор? Да, конечно, нет. Но оно вам нужно? Оно вам не надо. Вам нужен хороший старт для английского языка. Благодаря ежедневной практике, которую дает марафон, я с каждым новым созвоном становился более уверенным. Само собой, я рекомендую этот марафон всем тем, кто хочет чувствовать себя уверенно. Знаете, все наши мозги не такие застывшие. Нужно что-то, что прямо расшевелит эти мозги. Так вот в течение месяца ваши мозги будут реально расшевеливаться. Это будет прекрасный толчок для изучения английского языка. Вот для таких людей и нужен марафон. И если вы хотите подробнее узнать о марафоне, то напишите нам в личку в инстаграме «Хочу марафон» и напишите свой номер и электронную почту. И сейчас, по идее, после просмотра этого видео, у вас есть два пути развития вашей жизни. Путь первый. Через пару месяцев вы все еще думаете, да, было бы классно выучить английский язык. И путь второй. Через месяц вы разговариваете на английском с иностранцами и просто гордитесь собой, гордитесь этим. Напишите нам в личку в инстаграме «Хочу марафон» почту и телефон. Меня зовут Максим и это онлайн школа английского языка «Ингресс Шоу». Пока!